Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. И сегодня говорим о приятном, потому что лето фактически уже наступило. Считанные дни остаются до 1 июня. Кстати, 1 июня день детей, как известно, день защиты детей. В общем, лето – это такой замечательный период, когда мы подводим итоги, иногда просто обо всем забываем и расслабляемся. Ну а во второй части лета потихонечку готовимся уже к встрече осени. И нам приятно, что лето в Подмосковье пройдет особо, как всегда, потому что есть такой проект. И у нас в студии начальник отдела культурно-массовой работы комитета по культуре городского круголюберца Григорий Григорьевич Негин, который нам рассказывал когда-то про зимние мероприятия, но пришло время лета. Здравствуйте! Добрый вечер! Итак, действительно, весна в этом году была такая разная. Сначала она вдруг летом была, потом зимой вернулась. Даже я не помню такого, чтобы отопление где-то возвращали. Но, тем не менее, слава богу, подобрались. Три месяца лета, как поется в песне. Что будет в этом проекте «Лето в Подмосковье»? И давайте сразу напомним, что это за проект вообще. Это большой областной наш проект «Лето в Подмосковье», который проходит по всей территории Московской области. На всех разных площадках проходят различные мероприятия, как спортивные, культурные, развлекательные, патриотические, туристические. В первую очередь он направлен на туристический поток нашего Подмосковья. То есть, чтобы мы по Подмосковью, то есть, в Подмосковье ехали, и чтобы по Подмосковью... Да, как для внутреннего туризма, так и для внешнего туризма. Потому что у нас много также городских округов, городов, которые в Подмосковье славятся. У каждого своя история. Но люберцы наряду никому не уступают. Нам есть что тоже показать. Есть куда пригласить как туристов в Подмосковье, так и туристов из других регионов Российской Федерации. Ну, и я так понимаю, что мы видим, что и председатель правительства очень часто говорит, да, Российской Федерации, Мишустин, что туристический кластер – это такой важный элемент. Почему? Потому что мы понимаем еще и суть происходящего, что летом все-таки люди хотят куда-то выбраться. И тут возникает дилемма. Ну, есть морская тематика, есть тема, ну, скажем так, дружеских стран, да, куда поехать можно, там, Турция или какие-то другие варианты. Ну, а есть люди, которые начинают ездить по стране. И, кстати, многие для себя открывают ее. То есть вот если, например, туристы, приезжают внешние туристы вот сюда, в округ, то есть какая-то программа тоже существует в связи с этим? Они как-то их автобусами как-то возят, как по Золотому кольцу? Нет, мы не настолько масштабный округ. Ну, я не веду самую всю область. Да, но мы подготовили ряд мероприятий, которых можно принять как самостоятельное участие, так как есть такие спортивные всякие соревнования в рамках этого проекта, которые собирают здесь, на наших территориях, участников со всей страны. Вот, и, в принципе, наш проект уже начался. Мы больше, чем всего лишь три месяца этот проект встречаем. Он взял свой старт уже 18 мая большим праздником в Центральном парке, в центре города. Стоялось большое мероприятие парки «Поют», большой фестиваль по скандинавской ходьбе. И дан старт многим активностям, которые проходят системно на парковых территориях. Да, но эти активности, они как бы известны, они уже работают довольно продолжительное время. И тут сразу возникает вопрос, в них же принимают участие одни и те же люди? Или вы видите рост привлечения каких-то новых людей, которые по той же скандинавской ходьбе приходят? Или это все-таки, ну, как бы одна и та же компания, плюс-минус там 5-10 человек? Здесь, как всегда, нужно смотреть, на какой период и какой отрезок времени мы берем с вами. Когда начиналась та же скандинавская ходьба в парках, да, они вообще ходят круглый год, вот, и зимой, и летом, там начиналось с каких-то единиц людей. Сейчас это большой уже такой комьюнити, комьюнити я называю этих пожилых людей, которые ведут активный образ жизни, которые приходят туда и пообщаться, и позаниматься спортом, и потом дальше сходить на концерт, принять участие в этих других активностях. То есть, а стиль жизни уже? Да, это уже входит в такой интересный досуг на данном периоде жизни. Вот, и у нас также уже состоялось два больших проекта, это 25 мая у нас состоялся в рамках областного тоже дня парков, ярко в парках проект, который прошел на всех территориях парков, на всех парковых территориях городском округе Люберцы. Стоялись большие яркие концертные программы. Тем более, что вот тут вдогонку, что вот мы недавно с главой общались, тема парков вообще в городском округе Люберцы одна из самых приоритетных. Да, потому что и не только вычищение, создание, ну, такого вот современного стиля паркового искусства и поиск новых, скажем так, территорий или мест для того, чтобы либо сквер сделать, либо еще какой-то. То есть для нас парки в городском округе Люберцы – это большая история. Почему? Потому что, я так понимаю, вот возвращаясь к теме отдыха, спортивных соревнований или просто прогулок, да, если раньше под территорией, которая совсем рядом с Москвой, воспринимались, приехал, уснул и на работу. И вот так вот. А в воскресенье опять же, в субботу опять в Москву. Потому что там как бы вся жизнь. То сегодня, да, ты выходишь из дома, ты идешь в парк, ты идешь поучаствовать в каком-то спортивном состязании, детей водишь и так далее. То есть вот в эту, да, задачу встали? Да, конечно. Здесь создается как можно больше рекреационных зон, да, приятных, где можно как и спокойно провести время, так и активно. И мы создаем условия для того, чтобы всем было интересно, а не в зависимости от возраста, в зависимости от их времяпрепровождения и досуга. Потому что в парк-то приходят люди многие, которые даже, может быть, и не знают, что какой-то идет, да, фестиваль, но они пришли, посмотрели в раз, и он уже участник. Да, да, это все верно. И, как опять же скажу, что каждый найдет себе что-то интересное. Вот в субботу, в предыдущую, прошел так спортивное большое мероприятие «Мир Стронг Май». 25-го прошел пасхальный фестиваль Подольской епархии, где со всей Московской области, к нам вот опять же, да, туризм, съехали со всей Московской области. А что был за фестиваль? Это молодежный пасхальный фестиваль Подольской епархии, в который Люберецкий городской области тоже входит. Вот съехали молодежь, здесь был и хоровой фестиваль, и концертная программа, был большой балл. Он уже становится традиционным ежегодным для городского округа Люберца, он проводится не в первый раз. Вот очень интересное, насыщенное мероприятие, и тоже свой формат, и своя аудитория. Создаются условия и мероприятия, не узконаправленные для одного какого-то направления. Мы пытаемся заходить как можно больше различных слоев, так же, как среди молодежи, среди пожилого возраста, семейные. Как бы все вместе. И тут еще что важно, наверное, подметить, что это не разовое мероприятие. Иногда, может быть, и планируется как разовое, но потом оно превращается в традиционное, потому что людям что? Понравилось. Понравилось. Значит, выстроили, создали и так далее. Мы, конечно же, еще во второй части поговорим, что будет впереди, но давайте поговорим о команде. Потому что все равно, это же все надо готовить, это целый отряд людей вообще во всей области московской, в том числе в городском округе Люберцы, которые составляют какие-то планы, и все выстраивается, потому что просто так ничего не бывает. При этом эти люди могут быть не особо заметны, ну, приехали, устроили, вот, фестиваль пошел, там, ведущие, да, ну, все как. А люди работают при этом круглосуточно практически, верно? Команда особая. Безусловно, безусловно, это огромная большая команда, которая и разрабатывает, все было правильно сказано, да, в правительстве Московской области и на нашей территории, на муниципалитете. Большинство, конечно, тех, кто готовит это, их не видно, как вы правильно сказали. Бойцы невидимого фронта. Бойцы невидимого фронта, которые готовят данные мероприятия в рамках данного проекта. Но также я считаю, что это большая работа командная, от которой зависит как от тех, там, руководителей, которые, да, это придумывают и поддерживают до самого, там, может быть, минимально, как кажется, что минимальное вложение, там, где-то что-то переставить, перевести или собрать площадку до каждого такого сотрудника. Если бы, да, как всегда, одно звено в бусинках вытащишь, оно порвется и рассыпется, ничего уже не будет. Здесь такая же история, здесь работа, это продукт, работы целой большой команды, от каждого героя этой команды зависит. Ну, коль мы сейчас о команде говорим, перешли вот в эту историю, ведь тут еще важно, исполнение понятно, иногда исполнять сложно только с точки зрения технологической, но все понимаешь, что нужно делать. А другое дело придумывать, потому что все-таки лето в Подмосковье, и вспоминаем тоже зима в Подмосковье, то есть два таких проекта, которые не только, ну, как время года, но и по активностям, как мы говорим сегодня, они разноплановые. И можно, конечно, делать каждый год одно и то же, ну, да, и делать хорошо, что мы называем традиции, но все равно надо придумывать что-то новое. Вот есть такие придумывающие, и они только где-то, что называется, на верхней части придумывают, либо вы тоже что-то можете придумать, выйти с предложением, если это будет подтверждено, оно войдет в проект. Конечно, есть, есть проект, есть мероприятия, которые проходят общие, да, областные, они проходят как по всей области, да, единым фронтом, но есть также уникальные мероприятия, которые проходят по инициативе нашего округа. Вот. Так же, как вот парки поют, которые было сделано мероприятие, оно тоже большой масштабно, большой отклик собрало. Вот. И ряд таких же мероприятий запланированы на это лето. Лето. О чем мы поговорим во втором части нашей программы? Вы сказали отклики. А это очень такой важный момент, потому что идет определенная реакция на те или иные события. Ну, что-то понравилось, понравилось само мероприятие, ну, вот, может быть, там не понравились какие-то вещи, связанные с подготовкой, ну, как бы, рабочий процесс. Но насколько вы реагируете на эти отклики, как люди откликаются, они пишут куда-то, то есть, социальные сети как-то работают? У проекта же есть социальная своя, так сказать, интернет-обеспечение, скажем? Да, безусловно, у проекта «Лето в Подмосковье» есть свой портал, это «Велком Мосрек», так же, как и зимой. Там транслируются все главные события, масштабные события. Можно даже посмотреть. Можно, ну, нужно посмотреть, обязательно нужно зайти посмотреть там по всей Московской области, так как говорится, вот, сделать это кольцо-тур по Московской области, если вдруг есть время, никуда не собираетесь отдыхать, вот. Также у нас на территории это наш сайт «Любер ЦРФ», где тоже есть все мероприятия основные. Это соцсети парков культуры отдыха, где транслируются уже более там детальные какие-то вещи. Вот, где можно найти это учреждение культуры, учреждение спорта, в которых также вот есть и афиши всех предстоящих мероприятий в рамках проекта «Летом», чем занять себя и где побывать. Да, и можно вообще составить такой график, да, если что-то куда-то посетить, потому что многие как, а что будем делать в выходные? Раз, зашел на портал и посмотрел, и все понял, и уже создаешь себе собственный план работы. Сейчас сделаем небольшую паузу, напомню, что во второй части более подробно уже поговорим, какие проекты мы сейчас сказали уже о том, о чем прошло, а впереди все-таки трилетних месяца, и что запланировано нам. Григорий Григорьевич Негин, начальник отдела культурно-массовой работы Комитета по культуре городского округа Люберца, обязательно расскажет. Дождитесь продолжения. Напомню, что эта программа «Открытый диалог». У нас в гостях начальник отдела культурно-массовой работы Комитета по культуре городского округа Люберца Григорий Григорьевич Негин. Говорим мы о проекте «Лето в Подмосковье», которое, как вы слышали, стартовало еще в мае. Ну, весна была такая разная, но, тем не менее, уже лето совсем было рядом. А сейчас оно практически пришло в наш дом. Давайте мы прямо пойдем по вашему графику. Что же нас ожидает в июне, в июле и в августе? Забегая вперед, скажу, что август закончится очень интересно. Поехали. Да, вообще в целом подготовлено более 600 мероприятий на весь наш летний период. Ну, захватываем май, конечно, потому что старт уже был дан. То есть в каждом участвует, просто времени на работу не останется. Конечно. Здесь поэтому можно принять все это к себе в календарь. Первые выходные лета мы встретим ярко. Естественно, 1 июня, оно выпадает на первую субботу. И это прекрасно, потому что День защиты детей у нас. Это большое количество мероприятий. Они будут проходить по парковым территориям, по всему округу. Здесь и концерты, и анимационные программы, кукольные спектакли. Большая программа запланирована, поэтому можно выбирать ближайший парк для себя и приходить на праздник со своими детьми. Вот. 2 июня нас ждет с вами большой, очень интересный проект, который будет проходить здесь, в Центральном парке. Это у нас город танцует в парках. Да, большой проект под руководством Егора Дружинина, Мособлпарк. Это в нем жюри и мастер-класс будет потом давать. Это участники телепроекта танцы на ТНТ, новые танцы. То есть танцует пока молодой, а если не молодой, все равно танцует. Да. Здесь наши люберецкие коллективы покажут себя, поборются за место в финале. Финал будет проходить 7 сентября в Раменском парке. Поэтому приходите тоже поддержать, может быть, свои коллективы, а может быть, просто посмотреть, увидеть. Получить удовольствие. Да, это прекрасное событие. Тема популярная. В июне у нас тоже запланирован еще ряд крупных проектов. Это 5 июня будет «Тропа чистоты». Это экологическое мероприятие, где будет сбор макулатуры, лекции, интересные встречи. Для тех, кто интересуется данной темой, тоже может приходить в Центральный парк. 12 июня нас ждет всем уже известный День России, на котором пройдет ряд патриотических мероприятий, флешмобов, акций, как молодежных, культурные всякие концерты для всех возрастов. Поэтому также пройдет на парковых территориях городского округа. Подробно мы уже сказали, где можно посмотреть эти программы. 15 июня Люберцы тоже с большим удовольствием встречают на своей территории большой интересный проект «Сабантуй». Это традиционное мероприятие, которое проходит в разных городах Подмосковья с 2021 года. Вообще была встреча с представителями, с организаторами данного фестиваля. Оказывается, что этот проект «Сабантуй» они проводят по всей России в разных регионах, на разных муниципалитетах. То есть из Татарстана. В принципе, приезжает к нам делегация, которая будет здесь тоже показывать, рассказывать о традициях тюркского народа. Будут разные угощения, мастер-классы, выставки. И будут как современные технологии представлены в разных форматах, там робототехника и одежда дизайнерская и так далее. Так и традиции, которые у них есть. Порученная работа. Да, и тоже запланирован большой ряд мероприятий, как для самых маленьких, так и для взрослых. Поэтому приходите обязательно, будет очень интересно. Это что касается у нас июня, но в июне также пройдет большой заплыв на Кореневском карьере, на Кубок, тоже идет Кубок на открытой воде по заплыву. Это будет на Кореневском карьере. Кто любит спорт, поплавать, тоже может присоединиться там. Да. И, конечно, у нас, как мы говорили, что мы захватываем все слои населения, у нас 27 июня пройдет большой областной танцевальный фестиваль для старшего поколения с участием участников клуба «Активное долголетие» с Московской области. То есть они тоже тренируются сейчас. Они по танцам, каждый исполнит свой какой-то танец. Да, фирменный танец. Будет очень... То есть сейчас идет подготовка, видимо. Да, у них сейчас идет активная подготовка, идет прием тоже заявок, это проходит. Тоже большая команда работает над данным проектом. Вот, мы будем встречать здесь, у нас в Центральном парке тоже приходите и поддержать. Ну и июнь закончится фестивалем «Это молодежь», «День молодежи», 29 июня. Вот, тоже много интересных мероприятий для молодежи будет проведено здесь, так что молодежь... Молодежь всегда ждет уже этот... Да, они ждут, когда это будет, приходите 29 июня. А в июле что, попроще будет или тоже все плотненько? Да, как всегда думают, что июль, это же самый, да, свободный... Уже все уже ходят такие, осоловевшие от жары. Уже даже жара уже, может быть, кому-то успела надоесть, кто-то уехал в отпуск и так далее. Но июль у нас тоже обещает быть очень интересно и насыщенным, так как этот год у нас год семьи. Вот, в июле у нас День семьи, любви и верности. В связи с этим 6-7 июля пройдет мероприятие «Семья, лето, парк». Мероприятие проводится в рамках федерального проекта «Большие семейные выходные». И в эти «Большие семейные выходные» мы также захватываем 13-14 июля, где пройдут мероприятия также с направленностью для всей семьи. Но будет вовлечен туда культурный код Подмосковья. Ну, в частности, у нас культурный код Люберец. У нас тоже есть ряд культурных кодов, которые мы и гордимся, и продвигаем, прославляем наши Люберцы, как и эти люди, и памятники, которые прославили нас. Вот. И в июле пройдет также на Малаховском озере большой волейбольный турнир по пляжному волейболу. Вот, любители спорта могут присоединиться к данным соревнованиям, данному мероприятию. Ну и завершится июль ночью «Ночь в парк». Такая акция – это как было, есть у нас «Ночь музеев», «Ночь библиотека», «Ночь кино». Парки присоединились, если не ошибает мне память, что с того года, по-моему, или с позапрошлого года к этой акции. И у нас теперь есть «Ночь в парках». Там проходят… Каждый может выбрать свою ночь, да. Да, различные мероприятия. Тоже очень интересно, потому что это связано все-таки с темнотой. Это всякие фаер-шоу, световые шоу, какие-то музыкальные концерты, концерты, которые требуют темноты, когда уже летом. Мы это увидим уж совсем поздно, потому что темнеет уже ближе к 12. А вот здесь как бы можно будет сходить на мероприятия «Ночь в парках». В августе тоже пройдет ряд мероприятий. Это 10 августа парк «Спорт впереди». Тоже будет спортивная направленность, различные соревнования, кубки, также концертные программы и развлекательные. 17 августа пройдет «Радио ретро парк» называется. Еще один парк. Да, это ретро-площадки. Ну почему, кстати, возможно, бросится слово «везде парк». Мы город, да, мы уже говорили, немножко затрагивали эту тему. Мы город приближенный к Москве, мы такой плотный город. И нам, как жителям, и самому жителю здесь, в Люберцах, необходимо выходить в любом случае, проводить свой досуг. И хорошо, что у нас есть парки, в которых мы это можем сделать, потому что нет у нас Красной площади, как в Москве, что-то проводят там. Но у нас есть часть новых парков, часть сейчас в процессе уже реконструкции, реновации, благоустройства. Поэтому основной наплыв мы как бы акцент ставим на парковых территориях, где проводим и куда приглашаем. Вот. И, конечно, 22 августа пройдет день флага у нас. И к концу августа будет также ночь кино. Кино. Вот. Но помимо парков мы также приглашаем в музейно-выставочный комплекс, в котором запланировано тоже ряд интересных выставок. И один уникальный проект будет первый проект частных коллекционеров. Вот. Поэтому здесь тоже... Тут они там покажут такое спрятанное ранее. Да. И своих частных коллекций. Это тоже интересно, новое. Вот. Это из того, что предлагаем мы, то, что изобретается у нас здесь. Вот. Такой проект тоже родился. Ну, и я так понимаю, что финал августа будет особенным в этом году. Финал августа будет особенным. Это правда. 31 августа мы с вами все встретимся на наших главных площадках всего городского округа Люберц, в том числе здесь, в Центральном парке перед администрацией на празднование 401 летия. Первый год нового столетия начнется. Да. Первый год нового столетия. День города в этом году состоится 31 августа. Тоже уже идет активная подготовка. Мы готовим тоже и концертную площадку, и... Тут еще и под 1 сентября. То есть это такой будет особый, да, день, потому что... 1 сентября, да, выпадает воскресенье в этом году. Значит, оно будет выходным. Выходным. Но де-факто, да, второго, но юридически, как первого. Но это будет возможность 31-го и даже День знаний еще отметить, да? Вот. Конечно, готовится большая программа. Скоро она тоже появится на наших ресурсах, и все сможем с ней ознакомиться. Но уже можно пометить в календаре 31 августа. Да, очень много событий. А может, то есть все можно увидеть, как вы сказали, на сайте, да? Но я понимаю, что какая-то наглядная тоже агитация еще будет. Конечно, будет. И она транслируется, во-первых, да, в соцсетях всех наших учреждений, о которых, да, я сегодня уже говорил. Также, в принципе, это мы сейчас проговорили о больших каких-то интересных проектах. Да, еще много малых форм. А так, малых форм. В принципе, на всех наших парковых территориях, учреждениях культуры работают системные расписания. То есть и в будни, в течение дня проходят различные мероприятия. Мероприятия выходного дня. Здесь запустили отдельную программу «Центральный парк развлечений». Каждую субботу проходят масштабные тоже разные активности для всех. Это и шашки, шахматы, это читательский зал под открытым небом. Это спектакли, как кукольные, так и театрально-игровые, мастер-классы, также спортивные. То есть найти себе по интересу что-нибудь. Грубо говоря, к чему ведет Григорий Григорьевич, что не нужно никуда уезжать. Можно отдохнуть спокойно дома. Ну что, мы идем к финалу. Напомню, что проект «Лето в Подмосковье». Он идет во всей Московской области. Конечно, тут, наверное, еще какая-то конкуренция существует, у кого лучше пройдет. Я уж не знаю, какие там цифры, но, наверное, кто где больше соберет народу и так далее. Но в любом случае есть какие-то общие областные проекты, в которых мы принимаем участие. А есть наши непосредственные Люберецкие, которые тоже вошли в эту программу, потому что хорошо придумали и их утвердили. Ну и, как говорил наш гость, это и фестивали, и конкурсы. Обратите внимание, конкурсы даже с продолжительными такими турнирами по периодике между соревнованиями, ярмарка. В общем, все-все-все сделано для того, чтобы летом вы себя чувствовали не только дома, как мы обычно чувствуем, но и чувствовали, что еще можно куда-то пройтись, что-то посмотреть, в чем-то в интересном поучаствовать. А участвовать нужно. Вот когда все заканчивается, такие большие проекты, что люди обычно говорят? Они же как-то пишут, какая-то реакция существует. Конечно. Как принято, наверное, чаще пишут о плохом больше, о хорошем реже. Мороженое закончилось. Для нас это самое главное летом. Да, мороженое должно быть всегда. И много. Но для нас самый главный показатель, что люди приходят на мероприятия, и с каждым годом их становится больше. Конечно, здесь, в рамках этого проекта, на этих мероприятиях мы зависим от погоды, поскольку это большее количество мероприятий проходит на улице. Если погода хорошая, то сколько пришло? Да, хорошее. Люди приходят. Да и в плохую погоду, если мероприятие интересно, люди все равно придут. И будут участвовать и проводить время здесь у нас вместе. В родных Люберцах. Ну что ж, мы благодарим начальника отдела культурно-массовой работы Комитета по культуре городского круга Люберца. Если вы не успели записывать все мероприятия, которые были озвучены, пересмотрите нас еще раз и выберите себе то, что вам будет интересно. Григорий Григорьевич Негин был гостем нашей сегодняшней программы, спешит на очередные согласования, так что мы вас отпускаем. Это была программа «Открытый диалог». С вами был Николай Пивненко. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова